Всех уважала спать. Сама села. Думаю, буду сейчас с вами разговаривать. Зажгла свечи. Смотрите, какая красота. Кто ко мне придет сейчас на ужин? Всем привет. Привет. Сейчас еще взяла свечи. Прям зажгу еще больше свечей хочу. Помните, я вам рассказывала о том, что свечи активизируют огонь, активизируют энергию. Я хочу ее как можно больше активизировать сейчас. Первая свеча. Все спать легли. Я, как обычно, полуношница. Сейчас прямо поставлю несколько свечей, чтобы вы прям ощущали вот эту энергию. Ой, какая прелесть вообще. Так поставлю раз свеча, два свеча, еще одна свеча, чтобы быть ближе. С вами провожу последние эфиры в этом году. И в начале года не получится проводить прямые эфиры, потому что мы начинаем активную работу с девочками с квантового скачка. Тогда, когда у меня идут программы, я полностью в программах и я полностью буду занята. Девочки, с наступающим всех! Расскажите, сегодня у нас такой лайф-эфир без какой-то тематики. Хотелось бы узнать, как у вас дела? Как у вас продвигается подготовка к празднику? Купили ли вы подарки? Где вы будете отмечать сегодня? Нет, я просто сегодня хочу сжечь свечи. Сегодня хочу много свечей. У меня прям энергия огня моя прям разбушевалась. Я сегодня диплом получила. Ой, вообще, чего мне это стоило? В общем, покажите вашу елку. Сейчас покажу. Такая красивая елка у нас. Это вот первая елочка, здесь вторая елочка. Здесь вторая елочка. В общем, вот такая вот атмосфера. А еще хочу вам показать вот эти картины, кстати. Сейчас я свет включу. Картины зимние какие красивые. В общем, вот такой вот у нас уютный дом. Еще не делали ничего на втором этаже. Мы обязательно сделаем. Сегодня прям хочу сделать. Отсюда еще скатерть нужно будет купить обязательно. Вот. И делюсь для вас атмосферой. Спасибо большое. Рассказывайте, какие... Давайте, знаете, как? Давайте какие подарки покупать? Я вообще не знаю, что делать с подарками. Их столько много нужно брать. Нужно брать бабушкам, маме, родителям, сестре, подругам. У нас еще огромное количество друзей, которые к нам приедут. В общем, не знаю, как все уместить и какие подарки покупать. Елка наряжена. Гирлянды частично висят. Как-то так. У меня завтра днюха. Олечка, вы будете первой, если поздравить. Мне будет приятно. С вас с наступающим. Пусть у вас будет так же красиво и волшебно. К сожалению, не знаю, как вас зовут. Я вас поздравляю с наступающим. И хочу, чтобы ваш год был самым счастливым, самым таким стартовым, самым сильным. У меня где-то есть эфир. Я рассказывала о том, как нужно встречать свой день рождения. Встречать свой день рождения в ближайшие 12 дней. 12 дней вы должны прям заложить для 12 сфер основных своей жизни. Посмотрите, эфир у меня должен быть в сохраненных. Но я вот, у меня тут что-то приостанавливается из-за связи. Сколько у вас сейчас время? Тихо так. Все спят. Время сейчас час пятьдесят. Самое тяжелое — дарить подарок мужчине. Ой, Маша, я вообще не знаю, как его дарить. Я сказала своему, говорю, что тебе подарить? Он говорит, мне ничего не надо. Вот как вот это файо поработать. Спасибо большое. Вы тоже очень красиво. Я уже вижу вашу аву. Очень красиво у вас, уютно. Новый год, ура. У меня сегодня была днюшка Алиса. Я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам, чтобы ваш Новый год, ваш личный Новый год был самым-самым счастливым. Вы еще и козерог. Так, привет, привет. Я только елку нарядила с подарками, не думала. Человек, я декретный. Может, символические приятности сделаю. Я вот тоже не знаю. Я, наверное, съезжу завтра. Завтра, наверное, не получится. Завтра у меня еще одно обучение будет. Вот, я, наверное, послезавтра поеду. Послезавтра буду выбирать подарки всем. О, пижама новогодняя. Классная, кстати, идея. Девчонки, кидайте идеи. Вот сейчас, я думаю, в чате будет очень полезная информация. Красивый джемпер, Ирина пишет. Можно, кстати, какой-нибудь зимний. Спасибо большое за поздравления. Меня зовут Светлана. Эфир посмотрю. Светлана, я вас поздравляю от всей души. С днем рождения. Завтра выписываемся из Росдома. Очень надеюсь, что анализы будут хорошие. Три недели были тут. Оля, я вас поздравляю. Это такое счастье. А кто родился? Девочка, мальчик, как прошли роды, расскажите. Спасибо, Олечку. Большое за поздравления. Я шаверфик подобрала. Луи Виттон. Он, ой, мой вообще не понимает, когда я ему дарю шарфики. Но я подумаю об этом. Завтра, может быть, заскочу, что-нибудь выберу. Вообще сейчас, конечно, такой период. У многих такое состояние. Ну, понятно, хлопоты, все такое. Но какое-то чувство. Скорее бы уже Новый год наступил. То есть вот прям побыстрее бы перечертить эту черту. И чтобы он наступил. У меня девчонки сегодня многие писали. Но я понимаю, что у меня после Нового года будет столько работы вообще. У меня уже с 3 января. С 3 января, чтобы вы понимали, я буду очень... Ну, у меня даже 28 числа будет очень много работы. Очень много работы. То есть я, наоборот, думаю, боже, сейчас вот проведу эфир, потому что потом я эфиры проводить не смогу. Примерно, наверное, даже до середины января, мне кажется. Потому что потом начинается программа «Квантовый скачок». У меня будет для девочек интенсив. Сначала предновогодний, кто на «Квантовом скачке» 3.0. Отпишитесь сюда, плюсик поставьте. И у меня, конечно, будет очень-очень-очень много работы. Я даже не знаю, за что хвататься, если честно. То есть, по идее, люди будут отдыхать, а у меня будет много работы. Но потом мы должны уехать кое-куда. Я думаю, что получится. Скорее бы отоспаться. Привет, Олечка. Супер год. Очень трансформационный. Чувство тревожности, напряжение. Эллада, блин, я на самом деле хочу сказать, что ты сама по себе, помнишь, да, с твоей луной, ты сама по себе очень тревожный человек. Ты сама для себя иногда генерируешь стрессы. Поэтому трошачок иногда тебе даже в помощи. Трошачок тебе дает какой-то адреналин, насколько я помню. Поэтому нормально все, все хорошо. Носочки теплые, шоколад, свечки. Мальчик кесаревый. Хорошо все. Малыш с пневмонией был. Устала очень за три недели. Теперь дома предновогодняя света будет. Но я счастлива. Оль, ну хорошо, что вы уже до Нового года возвращаетесь домой. Это очень круто. А желтушки нет у малыша. Обычно же там желтушка лежат первое время. Ну, блин, ну хорошо, что вы до Нового года попадаете. Ничего страшного. С пневмонией иногда бывают истории. Не столько застолье ждешь. Сама жду эти выходные. Я дочери лампу кольцевую. Дочери младший набор большой для рисования. Мужу футболку и кроссовки. Племяннику пижамку. Ну и всякие презентики своим близким. Что нас ожидает в 2021? В 2021 уже можно расслабиться. А в 2022 прям я готовлю для вас большой прогноз. Я сегодня была в астрошколе. Еще одной. Самой первой, в которой я училась. И я, получается, помните, я вам рассказывала о том, что я синтезирую все прогнозы, плюс делаю свой прогноз и для вас выдам в телеграм-канале и, может быть, в постах. Расскажу свою точку зрения и по поводу ковида, и по поводу границ, и по поводу экономики, и по поводу денежных историй. Но я уже говорила о том, что в 2022 году будет повышение цен на автомобили, на недвижимость. Ну, то есть, это прям стопроцентное. Ну, вообще, это 99%. И вакцину для детей, то есть, ну, будут приучать, там, не знаю, принуждать. Вот эта вот вся история начнется. Примерно, по-моему, с конца апреля. Должна быть, во всяком случае, по астрологическим прогнозам. Ну и плюс вообще, кого это коснется, кого коснется особенно год, мы тоже об этом поговорим. Особенно готовлю в интенсиве на квантовом скачке отдельный блог про прогноз на 2022 год. То есть, за 5 минут я сейчас вам не расскажу, потому что это целый презентейшн. Это прям целая презентация должна быть. Оля, я с вами на квантовом скачке. Инна пишет. Инна, я очень рада. Инночка, в каком чате, на каком вы тарифе? Будем с вами очень много работать. Я думаю, что вы уже предстарт-модуль прошли. Мощную практику сделали. Домашние задания уже начинаете делать. И мы с вами готовимся к интенсиву. Сначала будет интенсив, потом у нас уже будет программа уже с 15 января. Очень большая, очень большая. Поэтому я могу сказать так, что я выпаду из процесса 100%. То есть, просто так вот болтать с вами не смогу, потому что я с девчонками буду на связи. С кем-то даже лично, с кем-то буду группировать их. Ну, то есть, это большая работа у нас будет проведена. Привет, спасибо, что вышла пообщаться. Да я на самом деле, вот честно, я настолько стала любить свой блог. Я настолько, во-первых, когда мне задают вопрос, Оль, а у тебя есть помощники? Вот именно в Инстаграме. На самом деле, я свой Инстаграм вообще никому не доверяю. У меня есть только одна девочка-помощница, которая мне, например, раскидывает конкурсы, помогает. Или там, когда происходят какие-то там выбор номерков. А вообще, я его веду прям полностью сама. И поэтому мне очень важно, вот я когда на волне, или когда я чувствую какое-то вот… У меня такое чувство есть, что я сейчас нужна. Я хоп, выхожу в эфир. Когда я не могу выйти в эфир, я не выхожу. Ну, честно, я, по-моему, даже скучаю. Потому что даже ночные эфиры, я их не сохраняю. Но, тем не менее, у нас с вами какая-то особая атмосфера всегда творится. Отлично выглядишь, Екатерина. Спасибо, какая-то красивая родная Олечка. Спасибо, обожаю. Олечка, я тоже бы хотела разбор себя. Это у нас будет на квантовом скачке. На тарифе комфорт и бизнес у нас есть отдельный разбор человека. А вот чтобы ко мне попасть на разбор, это только на уже конец марта 2022 года. И вы знаете, я хочу сказать, я не могу сказать, что я ведь специально, получается, не беру такое огромное количество людей. И у меня и ценник-то на разбор достаточно выше в 2-3 раза, чем у других астрологов. Но я себя не позиционирую только астрологом. Поэтому, если есть у вас возможность идти к другим астрологам, идите к другим астрологам. Если вы хотите конкретно ко мне попасть и через мою призму понять, как я это выдаю, то дожидайтесь. Либо я не могу вам гарантировать, что я могу вас взять, потому что иначе меня просто разорвут. Я говорю, каждый день работаю с картой, и у меня уходит на это 2-3, иногда 4 часа времени. Поэтому сейчас, на данный момент, могу вам разбор точно гарантировать на квантовом скачке, на тарифе бизнеса и комфорта. Девочки, у меня, получается, от команды, от наших астрологов будут получать разборы. А вот если прям конкретно ко мне и конкретно ждать, то чуть-чуть попозже. Не все готовы ждать, я прекрасно понимаю, но вы меня тоже поймите, я не только астролог. Я человек-предприниматель, и у меня очень много серьёзных задач. Плюс я ещё сейчас и коучингом занимаюсь. У меня почему-то нет настроения новогоднего. Это, на самом деле, абсолютно нормально, когда человек уже в конце года выжитый, как лимон. Также, знаете, бывает такая история, когда ты уже перед своим днём рождения вот такой чуть выжитый, как лимон. Как будто у тебя бак бензина на нуле. Это нормально, потому что год, когда насыщенный, когда идёт очень множество событий. Особенно сейчас авитаминоз может быть, какая-то нехватка солнца, нехватка витаминов. И мы, естественно, как лимон, который выжит к концу года. Это абсолютно нормально, и мы должны себя ресурсно наполнять. Я сейчас прям свечи, свечи, атмосфера, душевные люди, прогулки на свежем воздухе, вдохновляющие фильмы, то, что вас вдохновляет. Ну, то есть вы должны знать вот эти ресурсы, себя иногда прям, свою энергию будить. Потому что сейчас наша задача до весны прям свою энергию не убивать, а ещё больше будить. Я сёстрам купила парфюм, а мужу комплектик, шортики и свитшот. Молодец, Олеся. А сейчас я в положении. Токсикоз, нет сил на подарки и даже ёлку украсить. Ой, я вас прекрасно понимаю. Я знаю, что такое токсикоз, и я знаю, что вообще всё тошнит, всё плохо. Поэтому что могу сказать? Терпим, терпи, казак. Скоро ребёночек будет. Ради ребёнка нужно потерпеть. Я, кстати, я была беременна в 20-м году весной. Была у меня история неродившегося ребёнка. Вот. И я помню, что это в пандемию всё случилось, и меня так штормило, мне было так плохо вообще. Первые три месяца вообще загибалась. Просто помню, что у меня было состояние, что мне прям... Я не знала вообще в принципе, как есть, как пить, как ходить. То есть вот, как бы, честно говоря, мне знакома эта ситуация совсем недавно, можно сказать. Вот. Вместе сходить на квест, нарисовать в студии вместе классную смысловую картину. Оля, вы привились? Да, привилась. Как дела? Я тоже с вами на тарифе бизнес, Ирина. Я очень рада. Ирочка, будем с вами очень много работать. Сейчас отдыхайте. Сейчас чуть-чуть, чуть-чуть прям прослабляйтесь. Оля, как ты относишься к Светлане Дорогану? Она политический астролог. Я очень круто к ней отношусь. Я уже не раз говорила о том, что я сама лично её прогнозы слушаю, смотрю. И она очень-очень точечно попадает. Не могу сказать, что астрология — это гадание, да? Но тем не менее у неё очень здравые смыслы. То есть она очень круто разбирает. Вообще, в принципе, общие прогнозы делает крутые. Я и её однофамильцу, мужчину Константина Дорогана, очень уважаю. Это красавчик. Ну, я имею в виду красавчик в плане профессионализма. Это авторитет в мире астрологии. И я на него ориентируюсь. Я по его технике учусь. Вы любите блока, мы любим вас. Спасибо большое. Хотела спросить про ваш любимый блеск для губ. Как-то вы говорили, я не запомнила. Вы знаете, у меня самый обычный любимый блеск для губ. Я сегодня его купила. Кстати, L'Oreal. 103 тонн. Я завтра прям в сторис выложу. Он стоит вообще там 300 рублей каких-то. Но фишка в том, что он очень-очень крутой. Но вот сейчас он не он у меня на губах. Оля, круто ведёшь. Слушайте, а нравится вам, как я веду сторис? Нравится, как я веду? Я ведь иногда могу пропасть. У меня вот когда времени нет, я могу вообще прям пропасть настолько, что когда я просто не успеваю, у меня когда учёбы очень много, когда я, например, допустим, у меня всякие разные экзамены, когда у меня идут параллельно курсы с девочками, когда у меня запуски новых коллекций в Малине. И я иногда могу пропасть, к сожалению. Я, если честно, так себе блогер, потому что как бы по идее надо прям развивать тему, то есть нужно быть постоянно на пульсе, вот как блогеры придумывают какие-то искусственные истории, придумывают какой-то искусственный ажиотаж. Я вообще против этого. Я вообще против вранья. Вот если мне пишут очень много, я всегда пишу девчонке, я даже иногда, кстати, это не транслирую, я всегда за честность. То есть как только ты чуть-чуть искусственный, у тебя аж самого тошнит от своего блога. Ну то есть блог — это отражение твоей души, это отражение твоей личности, это отражение твоих мыслей. И когда ты начинаешь что-то искусственное высасывать из пальца, реально меня это так раздражает. Может быть, это и продажная история, да? Но, вы знаете, я могу сказать, что я выше, ну точнее, я не то, чтобы выше денег каких-то, я просто, ну, как-то по душе. Вот если мне по душе, я это выкладываю. Если мне это не заходит, я это не выкладываю. Я считаю, что искусственно лучше не выходить, потому что ты сам себя потом ненавидишь. Это как бы, знаете, из серии «Быть, а не казаться». То есть если ты и настоящий, нехер из себя кого-то строить. Потому что это, во-первых, люди чувствуют, а во-вторых, тебе потом самого будет тошнить от этого. Вот. Пожалуйста, прямые эфиры всегда. Но по времени поздно сохраняйте, пожалуйста. Я очень заряжаюсь с вами, знаете, как будто воочию поговорила. Ну, хорошо, я попробую сохранить. Если у нас получится, я сохраню. Тебе очень интересно слушать. Маленьше красивые модели. Супр. Я тоже послушаю немного, но на душе спокойно. Спасибо, Олечка, за ответы, дорогая. Вы столько даёте энергии, мотивации людям. Берегите себя. Знаете, девчонки, у меня многие задают вопрос. Оль, ты вообще на каком драйве? Как происходит вот, ну, как бы, ты там не спишь, там, у тебя столько дел, да? Там и бизнес, и астрология, и курсы, и семья, там, и так далее. А я говорю о том, что когда вы занимаетесь своим делом, когда вы идёте к своей миссии, когда вы кайфуете, кайфуете от людей, кайфуете от процесса, кайфуете от результата, вообще, девчонки, такая энергия приходит. И я это точно знаю абсолютно. Ты утром просыпаешься, и у тебя уже просто горят глаза. Ты хочешь дальше бежать, что-то делать, хотя ты не успеваешь, у тебя дедлайны срываются, ты много что-то должен сделать, у тебя очень много есть обязанностей, но энергия просто приходит, она как какой-то волной приходит, потому что ты прям кайфуешь от каждого процесса, потому что ты честен с самим собой, ты честен с аудиторией, ты честен с тем, что ты делаешь. То, что ты делаешь, ты прям в это веришь, и у тебя прям от этого энергия ещё приходит. Так, тут какой-то мужчина опять у нас. Мужиков буду всех блокировать, которые Чупа Павла пишут. Согласна со всеми, Олечка, ты сражаешь, вдохновляешь. Олеся! Олеся Журавлёва, это, кстати, девочка, моя давняя подписчица, она у нас была на ретрите в Москве, пошла учиться на астрологию. После того, помнишь, Олесь, мы с тобой пообщались, когда ты была на ретрите в Москве, и ты говоришь, я астролог, я учусь тоже в академии, я очень рада, что я вдохновляю людей на какие-то новые реализации. Оле, как сделать выбор по поводу работы, при том, что предлагают небольшие деньги? На старой работе неинтересно, но с работой в городе туго, как замкнутый круг. Но надо понимать, ради чего ты это делаешь. Я тоже, когда начинала... Ну, я вообще много где работала не за большие деньги. То есть мне, если, например, допустим, очень что-то нравилось, да, если я от этого очень сильно кайфовала, то я знала, что я сейчас прийду, я здесь реализуюсь, я поставлю планку, я вырасту. Такая же история у меня была, говорю, с малиной. Я зарабатывала, блин, по 200 рублей вообще с единицы. Иногда даже в минусе была. Но я всегда понимала, что это моё, это мне заходит, у меня от этого горят глаза. И неважно, деньги ко мне в любом случае придут. Они активизируются. Когда ты занимаешься реально своим делом, у тебя просто начинает кипеть в тебе энергия. А деньги — это энергия. Деньги приходят к тем людям, у которых вот внутренний вот этот внутренний поток идёт очень серьёзный. Поэтому... Но честно, я не могу сказать, что отказываться. Надо просто понять, ради чего. Ведь я, например, тоже, когда начинала астрологией заниматься, я же тоже вообще делала бесплатные разборы. Я сидела просто ночами, делала бесплатные разборы. В бесплатном виде. Понимаете, я брала людей и делала это бесплатно. Мне просто было в кайф. Я от этого не зарабатывала. Я понимала, что я трачу своё время. Я понимала, что я трачу свой ресурс. Но я нащупала то, что реально мне самой даёт энергию. То, в чём я ещё больше раскрываюсь, развиваюсь. И как только ты разогнала в себе эту энергию, к тебе на этой энергии приходят деньги. Ну то есть, ребят, извините, сейчас, если бы я захотела, я бы на этом только бы на разборах зарабатывала. Только бы на разборах. Но у меня есть, говорю, другая реализация. Сейчас просто я говорю, что нужно понять, ты что хочешь сама. Вот в чём дело. Как найти то, от чего так же кайфовать? Чтобы пробовать курсы, нужны финансы. Вы знаете, тут дело не в курсах. Тут дело в том, что нужно, во-первых, сесть и подумать, разобраться с тем, что у тебя вообще в принципе, какие сферы. Задай себе вопрос, что бы ты делала, если бы у тебя, тебе не нужно было бы зарабатывать вообще. Ну то есть, представь, ты олигарх, у тебя огромное состояние, тебе не нужно работать, тебе просто вообще работать не надо. Чем бы ты занималась? То есть, просто подумай, что тебя бы зажигало. Начни с этого. Дальше. Я вот как-то в одном из эфиров говорила о том, что ты берёшь и просто тестируешь, тестируешь свою жизнь на предмет того, где ты работала, где ты была экспертной, вообще в принципе, где ты работала и какие сферы тебя подзажигали, где ты раскрывалась. Умеешь ты продавать, любишь ты это, не любишь. Любишь ты взаимодействовать с людьми, не любишь. Любишь ты усидчивую работу, сидячую работу, не любишь. Любишь ты, например, допустим, творческие какие-то вещи, не любишь. И ты вот прям садишься и просто прям прописываешь. И берёшь прям вот так, вот это на первом месте, вот это у меня на втором месте, вот это у меня на третьем месте, прям всю градацию. И просто весь свой путь, весь свой жизненный путь прям прописываешь конкретно. У тебя же наверняка было много деятельности. Ты наверняка в этой жизни очень много где работала, много что знаешь. Вот просто сядь, выпиши. Это элементарный, это элементарный, даже, кстати, коуч-подход, ну, я имею в виду по коучингу, ты садишься, просто иерархию делаешь своих ценностей, то, чего у тебя заряжались глаза. И просто, что у тебя на первом месте, что на втором. И вот начинай вычленять и искать, искать в каждой сфере, искать зёрнышко, искать специализацию. Ну и пространство тебе подкинет варианты. Олечка, сколько уже людей записалось на квантовый скачок? А они у меня не записались, у меня уже все места выкуплены, все абсолютно места закрыты. То есть я, предзаписи уже никакой нет. У меня получается на тарифе эконом получается 100 человек, на тарифе бизнес у меня 3 чата по, по-моему, 30 человек и комфорт, 3 чата тоже, по-моему, по 29 человек. Вот так. Ну, то есть вот так. И это больше не будет. То есть я квантовый скачок делать больше не буду, потому что ресурс очень большой туда уходит. То есть, да, естественно, проект успешный, проект успешный не только для меня, но и для людей. Но это, знаете, это прям курс. Ну, то есть это не просто какой-то там интенсив или марафон или там зажигалка какая-то. Это прям большой-большой-большой пласт работы. И мне приходится, ну, как бы тоже включаться в этот процесс. И я решила, что такие масштабные проекты я, может быть, и буду делать, но уже другие. То есть я уже буду что-то менять, потому что ресурс у меня вообще туда уходит колоссальный. Я потом в конце как выжатый лимон вообще. Хорошо, сохраню. Рада вас видеть, протянула вас. Да, помню, конечно, очень уж хочется снова встретиться. Так, привет, привет. Да, милая, мне ты так сделала. Я тебе безумно благодарна. Эллада. Можно так сделать? Оля посоветую тон для лица. Какой используешь? Я вообще использую самый обычный корейский тональник на каждый день. У меня, конечно, есть Армании, там всякая вот эта история профессиональная, но я использую, мне Катя Ларионова подобрала очень классный тональный, тональное средство для, ну, корейское, очень классное. Оно прям, ну, даже там тон не нужен, адаптируется прям полностью к твоей коже. Очень круто. Ботокс. Да, ботокс. Если я хочу производство, но пока нет финансов, открыть, ну, тогда не, ну, а какое производство, какое производство запустите без финансов? Ну, то есть, сейчас, на данный момент, это невозможно. Нужно, значит, продумывать, как вы можете активизировать свои деньги, как вы можете их грамотно куда-то вложить, провернуть деньги, накопить, да, а потом уже вложить в производство. Ну, то есть, производство на голый, на голую попу сейчас не откроешь. Раньше можно было, например, допустим, на аутсорсинге, да, начать там в ателье как-то, если производство про одежду говорится, да, ну, можно какие-то мелкие партии заказывать. Но вот свое производство без денег не откроешь. Ребят, мы, получается, наше производство открывали, это несколько десятков миллионов туда угрохали. Ну, то есть, оборудование, там только одно, один этот, господи, плотер стоит полтора миллиона, один, этот, господи, какого, ну, который вот раскраивает эту штуку, полтора миллиона только стоит. Поэтому, ну, если мы говорим про высокотехнологичное оборудование. Спасибо за вашу искренность, я с вами на комфорте. Расскажите, пожалуйста, про ректификацию. Мама не помнит точное время моего рождения. Мне поможет ректификация? Ректификация, естественно, поможет, но ректификацию либо вы делаете у специалистов, может быть, у вас есть какие-то специалисты, которые могут вам сделать ректификацию, либо есть у меня специалисты на курсе, но нужно уже его заказывать, потому что мы разбираем карту уже по вашему времени рождения. Напишите, пожалуйста, нам на платформу либо мне в личку напишите. Я записалась, Виктория пишет. Оленька, привет. Ты не вспомнила, какой магний пила? Вопрос с прошлого бомбического эфира. Так, какой я пила магний? Сейчас я вам, сейчас я, подождите, он у меня есть. Сейчас прям три секундочки, я вам сейчас его покажу. Я его заказываю, получается, с Европы. Сейчас, три секунды. Вот он, магний. Вот это банка. Я его пью. Называется какой-то булк. Напишите мне в личку, я дам ссылку, у кого я заказываю вот эту, вот этот магний. Вообще все витамины я заказываю с Европы, потому что в России витамины все паленые. Особенно, если вы планируете беременность. Вот я, например, планирую беременность, возможно, на следующий год. Дай бог, все будет хорошо, и мы, как бы у нас получится. Дай бог. Я, получается, фолиевую кислоту пью, пью магний, получается, все там витамины, там, С, Д и все прочее. Фолиевую кислоту обязательно. И я ее заказывала специально, по-моему, с Америки, если не ошибаюсь. Ну вот она, банка. Либо напишите, я вам скину в личку. Олечка, благодарю вас за такой квантовый скачок. Иночка, благодарю вас, что вы со мной. Коллаген? Нет, не пью, я покупала себе коллаген, я его не стала пить, говорят, что он не усваивается. Я просто деньги спустила. И напишет, делаю практику, она волшебная. И на вас есть еще время прям до запуска квантового скачка, прям ее прям хорошенько поделать, потому что прям очиститься надо, прям это очень важно. Как называется корейский тональный крем этот? И какой тип кожи у вас? Лен, напишите мне, пожалуйста, в личку. Я вам скину фото этого корейского тонального крема. Он охрененный. То есть получается, ты его вообще в течение дня не чувствуешь на коже. Он очень крутой. Спасибо. Так, откуда-то мужички опять подключаются. Слушайте, а по ходу дела, я так понимаю, эфир вылетает в какой-то резкий топ. И оттуда подключаются всякие очень странные персонажи. Откуда они подключаются? Непонятно. Оля, вы мой мотиватор. Несколько лет не могла заставить себя заняться спортом. А сейчас на квантовом скачке прям энергия появляется. Чувствую, готова на многие. А вы у меня, по-моему, Ален, были летом на квантовом скачке. Я очень рада вообще. Разогреваете свою энергию. Как назначить стоимость своих услуг, не боясь, что клиенты не придут? Хороший вопрос. Во-первых, вы должны аргументировать, почему ваши услуги стоят столько. Я хочу сказать, что нельзя ни в коем случае занижать свою стоимость услуг и свою стоимость работ. Объясню, почему. Когда ты не ценишь свой труд, когда ты не… Особенно это касается, ну, например, допустим, когда человек работает сам на себя, либо человек работает на фрилансе, когда он устанавливает ценник сам. Ты должен чётко понимать, во-первых, рыночная у тебя должна быть стоимость, рыночная стоимость услуг у тебя должна быть. Ты должен от неё отталкиваться. Это раз. Во-вторых, ты должен понимать, почему ты лучше, чем другие. Почему? Почему ты экспертней, чем другой человек? Разобраться нужно сначала в своей экспертности, разобраться в своей силе сначала нужно, ни в коем случае не занижая вот эту планку. Более того, стоимость услуг ты должен назначать, исходя из реальной картины своих знаний. Вот. И ты должен понимать, сколько стоит твоё время. Самое главное, если ты сидишь без работы, если ты, по сути дела, там, у тебя твоя стоимость часа в день, там, 100 рублей в час, ну, как бы ты от этого и отталкиваешься. А если у тебя есть параллельные какие-то проекты, если ты вообще умеешь зарабатывать деньги, вот я, например, допустим, говорю о том, что почему у меня стоимость моих услуг, она дороже, чем у других людей. Не потому что, я даже не знаю, может быть, я и не круче в чём-то, может быть, я и не так хороша, как другие люди, может быть, люди более экспертные даже. Но я знаю, что моё время дорогое. Я правда это знаю. То есть я знаю, что я могу заработать за час 300 тысяч, если я поднапрягусь, если я сяду просто там по работе, с сетью, с коллекциями, со всеми я могу за этот час заработать вот эту сумму. Поэтому я своё время ценю. Если три года назад моя стоимость услуг стоила, например, я за час могла заработать 30 тысяч рублей, то, естественно, я из этой тоже стоимости как бы отталкивалась. Смотря сколько вы реально можете заработать денег за час. Просто прикиньте эту историю. Дальше. Соберите полностью в комплекс вашу экспертность. Почему вы хороши? Почему вы достойны? Почему у вас ваша стоимость работ отличается от других? Сядьте и просто проанализируйте. И ни в коем случае себя не занижайте. Ни в коем случае. Когда вы себя занижаете, пространство это очень чувствует. Очень чувствует. И знаете, у меня, например, есть такая история. Блин, сейчас отвечу. Отвечу. Так, сейчас тут мужичка одного удалю. У меня вот, например, допустим, история про то, что, к примеру, у меня есть люди, знакомые, которые очень-очень крутые. Очень крутые в своей деятельности. Они очень большие специалисты. Они работают на себя, то есть где-то там в наркопрактике, кто-то там ещё там астрологи и так далее. Реально спрашиваешь, сколько ты берешь? Там 500 рублей. Боже мой. Я думаю, что это за сумма? Я ведь знаю, что этот человек бомба. Я знаю, что этот человек вытягивает, там психолог какой-то крутой, да, там берёт там полторы тысячи за сеанс. Я говорю, ну ты понимаешь, что это очень дёшево. А мне деньги не нужны. Ну блин, тебе деньги не нужны, поэтому ты с голой жопой и ходишь, понимаешь? Тебе деньги, тебе якобы деньги не нужны, но на самом деле у тебя эта нехватка сидит в тебе постоянно. Хотя ты уже прошёл триллиардное количество обучений. Ты реально умеешь воздействовать на людей, ты умеешь помогать людям, ты умеешь вводить их в ресурсное состояние, ты умеешь даже просто элементарно где-то даже быть ну просто каким-то, не знаю, сверхчеловеком для многих людей, но ты стоимость свою сам занижаешь. А всё почему? Потому что ты не готов к этим деньгам, вот и всё. Мы с вами говорили про… Помните, кто был на вебинаре, я говорила о том, каким деньгам вы готовы, те деньги, которые вы готовы освоить. Когда ты готов освоить вот эту денежную массу, к тебе эта денежная масса и приходит. Если ты ориентируешься на эти там, грубо говоря, 50 рублей в час, которые ты зарабатываешь из года в год, ну 50 рублей в час, да, от силы, я условно говорю, я не говорю за день, я говорю именно в час, потому что сейчас очень часто бывает почасовая работа. И люди очень часто бывают на одной и той же ступеньке находятся, и они не могут сделать чуть больше. Но ты же учишься, ты же прокачиваешься, ты же в своё обучение вкладываешь деньги, ты же растишь свой потенциал, ты же улучшаешь свои качества, ты же улучшаешь свою специальность, да, свои навыки. Почему ты продолжаешь брать 50 рублей в час? Почему ты так себя низко ценишь? А ты себя так низко ценишь, так пространство думает, ну блин, он на том же уровне и находится. Хотя ты продолжаешь вкладывать деньги в себя, ты продолжаешь расти, ты продолжаешь прокачиваться, ты продолжаешь идти из планки в планку, но почему-то пространство ты об этом не сообщаешь, ты даже стоимость своих работ повысить не можешь. Это про то, что ты себя не принимаешь, это про то, что ты себя не ценишь. Вот нужно работать именно со своей самооценкой, со своей самооценностью и реально оценивать свой рост, то, какие деньги ты в себя вкладываешь, сколько ты времени на себя вкладываешь. Обратите внимание, я говорю про время, потому что время это мощный ресурс. Время это то, за что мы можем заработать деньги, вы понимаете? Я говорю, что для меня каждый час имеет колоссальное значение. Я могу за час заработать 300 тысяч рублей. Это сейчас 300 тысяч я могу заработать, а пройдет еще 10 лет, я миллион долларов смогу за час заработать. Это про то, сколько времени ты вкладываешь в работу и сколько времени ты вкладываешь в обучение. Если ты каждый день учишься, если ты сдаешь экзамены, если ты постоянно растешь, если ты улучшаешь свои какие-то навыки, так почему ты не оцениваешь свой труд? Почему ты находишься несколько лет на одной и той же ступеньке? Особенно это касается людей, которые работают сами на себя и люди, которые работают в свободном графике. Они почему-то боятся. Понимаете, история про то, когда ты работаешь в компании, тут зависит все не от тебя, тут зависит от руководства, от инфляции, от внешних факторов. Ну, вроде как повысили зарплату, значит, оценили. А когда ты работаешь на себя, ты как лодка в океане, которая сама курс не держит. То есть, если ты курс не держишь на повышение, то к тебе и курс твой не придет. Господи, откуда мужики берутся? Вот я про это говорю. Дальше. Так, отвечу. Оля, красотка, мужички, это умора. Коллаген усваивается еще как. Результат по коже вижу за две недели. Ну, вот, Ира, не знаю, надо будет обязательно посмотреть мне. Как заказывали из Европы через сайт витамины? Напишу в личку, кому надо, напишите. Фолиевую, в какой дозировке я пью две капсулы в день по два раза? Ваша замечательная улыбка. Спасибо, я на дне работала два года, чтобы вы понимали, тоже к этому шла очень долго. Комплевит? Комплевит я не использую. Оля, на работу после декрета в чем лучше выходить, чтобы вложить лучшее будущее в работе? В чем лучше выходить? Вы про одежду имеете в виду или про что? Не поняла вопрос. Так, почему люстра такая? Сейчас. Если в прошлом 300 за час более интересно, куда тратите? Очень интересный вопрос. Вам не нравится моя люстра? А вы знаете, что минимализм сейчас вообще в тренде и в теме, если вы не в курсе. Люстра не понравилась, девочки. Моя хорошая, открой, пожалуйста, последние паблики дизайна и посмотри, какие люстры сейчас в тренде и в теме. Так, Оля уже все поняли. Меня зовут Ольга. Сошел сюда случайно, сижу, пиво пью и слушаю девушку. Алла Глобин, расскажите, пожалуйста, как вы сюда попали? Расскажите, пожалуйста, мне очень интересно, потому что мне очень интересно, как сюда попадают мужчины во время эфира. Мы вам как-то в топ вылетели или что? Потому что зеркальная камера обручальная есть, есть же. Обручальное кольцо. Нет, у меня не обручальное кольцо, это вообще Диор. Это Диор на самом деле. Так, Оля, а как ты совмещаешь матрицу и астрологию в разборах с планетами, домами? Вы знаете, Наташ, я сейчас работаю конкретно по астро. Матрица пока у меня, я пока её осваиваю, то есть я её не могу сказать, что я её прям с астро. Я смотрю сначала на астро, а потом на матрицу. И очень интересно видеть пересечение. Когда я вижу пересечение, реально очень интересная тема. Желаю вам исполнения вашего заветного желания о втором ребёнке. Я тоже надеюсь, что всё получится. Ваш пример эфир невероятно мотивирует. Так, Дюлия 87. Ну я очень рада, что вы прям на максималке. Олечка, ваши эфиры всегда информативны, всегда вывожу с них инсайты. Ирочка, спасибо большое. Олечка, не по теме, почему не носите обручальное кольцо? А, ну это вы про обручальное кольцо. Моё обручальное кольцо, оно самое старенькое, страшненькое, такое простенькое, потому что мы гуляли свадьбу в кредит с Просветовым. У нас не было денег на какие-то суперкрутые кольца. Мы покупали кольца за 2000 или за 3000 рублей, самые обычные. Они такие, знаете, типа советских времён, можно сказать. Поэтому я не ношу, хотя надо носить, я думаю, что может быть как-то переплавлю или ещё что-то, но в этих кольцах у меня, конечно, честно говоря, много воспоминаний. Мне 36. Оля, согласна, что женщина может всё успевать и поделитесь своим опытом. Вы знаете, я уже об этом говорила как-то в эфире, о том, что да, вы можете быть успешной в семье и успешной в бизнесе, но всё равно, девочки, как-никак, когда начинается бизнес, страдает семья очень сильно. Очень сильно. первое время нужно быть к этому готовыми. Фишка в том, что как бы там ни говорили о том, что это все сферы могут быть, все сферы могут быть настроены на балансе, когда ты постоянно работаешь над этим. Но когда ты начинаешь бизнес, когда ты начинаешь бизнес примерно год, ты чувствуешь конфликты в семье, ты чувствуешь, что тебя не хватает, ты чувствуешь, что твоей энергии там мало. То есть получается, ну представь, у тебя была энергия, у тебя получается в течение жизни ты её распределял, распределял, да, и через какое-то время, через какое-то время тебе нужно вот этот кусочек энергии начать отдавать в какое-то другое русло. И семья это очень чувствует. И я могу сказать, что у меня моя семья до сих пор это чувствует. особенно вот сейчас, когда я в этом году курсы запустила, это там блог свой начала, у меня появилось ещё больше работы, они это тоже очень сильно почувствовали. И чувство вины иногда у тебя проскальзывает. Ты как бы ребёнку уделяешь не такое количество времени, которое мог бы. Хотя там можно и нянь нанять, и бабушек, и дедушек, и всё прочее, но всё равно надо быть готовыми к тому, что в любом случае могут быть вопросы в семье. потому что точно все так же, когда у тебя суперкрутой бизнес и всё прочее, когда ты резко уходишь в семью, ты эту энергию не додаёшь, например, бизнесу. Поэтому это нормально. Но просто ненормально это потом не выровнять через год, например. Вот через год это можно выровнять. А на первых этапах сразу могу сказать, что готовьтесь к тому, что надо херачить очень много, потому что ты будешь уставать, ты будешь изматываться, и стрессовая какая-то история, ты всё равно на стрессе. Но ты представь, ты вложил деньги, а пойдёт, не пойдёт, а какие-то всё новое, всё новое, а новое — это всегда стресс. Ну, то есть ты пытаешься вникнуть, ты пытаешься адаптироваться. Ты элементарно, когда в другой город переезжаешь, это тоже новое, а тут вообще новое. Естественно, у тебя есть свои дедлайны, свои риски, свои какие-то, какая-то зона ответственности. Ты переживаешь, ты ночами не спишь. Ты можешь, например, допустим, где-то, мне, чтобы с мужем посидеть там, вино выпить, посмотреть фильм, ты сидишь, например, настраиваешь там таргет какой-то, да, или рекламу какую-то, или там поставками занимаешься. Ну, то есть это абсолютно будет чувствоваться. К этому абсолютно нормально надо относиться. Так, сейчас дальше отвечу. Спасибо большое. Привет из Йошкаролы. Привет, привет. Извините, можно вопрос? У меня в седьмом доме отношения планета Марс. Я очень активно это чувствую. Борюсь постоянно с собой, чтобы не бороться с другими. Как это преодолеть? Как наладить отношения? Галина, почему вы решили, что при наличии Марса в седьмом доме это сразу признак того, что, ну, то есть борьба какая-то должна быть? Надо, во-первых, смотреть полностью карту. Вы где это взяли вообще? Надо смотреть полностью карту по аспектам в том числе. Из одного какого-то аспекта невозможно сделать какой-то определенный вывод. Да, там может быть какие-то активные действия в этой сфере, да, седьмой дом, это дом брака и партнерства, но это не значит, что это причина всех бед вашей, каких-то, ну, там, причина всех конфликтов. Что такое на своей? Мужики всегда любят, что когда баба под ним, мало кому нравится бизнес-леди, она же независимая. Но я вот с этим не согласна. В карте мужчины можно посмотреть, какой у него образ мужчины, ой, образ женщины, образ жены и образ любовницы. Образ жены мы смотрим по Луне. Кто у меня был на марафоне отношения астрологическом, тот помнит это. Образ жены мы смотрим по Луне, образ Венеры мы смотрим по Венере, ой, образ любовницы мы смотрим по Венере. Так вот, очень часто бывает, что мужчину как раз заводит женщина-амазонка. Как раз очень часто бывает, что мужчину заводит женщина, которая при статусе, которая постоянно движется, которая поднимается, которая при власти, возможно. Это, как правило, может быть либо Венера, либо Луна в 10-м доме, например. 10-й дом — это дом карьеры в том числе. Поэтому не всегда бывает так, что мужчину устраивает только домохозяйки. Нет, мы все абсолютно разные, и мужчины у нас разные, и запросы у них на женщин разные. И очень интересно иногда это понять, очень интересно даже это посмотреть у своего мужчины. Кто у меня был на моих марафонах астрологических, посмотрите карты своих мужчин, напишите мне сейчас, где, в каком доме и в каком знаке находятся Луна и Венера у вашего мужчины. Я вам скажу, что вашему мужчине надо, какой образ он видит от своей женщины, кого он полюбит и кого он хочет. Оксана мужчин разные и любит разных женщин на бизнес-фуме, сейчас они чаще любят больше. Ну, я не согласна. 50 на 50. Так. Боже, какой Марс, какой Питер, зачем вы забиваете эту ерунду голову, если успешные люди по судьбе неуспешны, потому что один и тот же человек сделает одно и то же дело по-своему. Оля, с чего вы начинали изучение себя, своё развитие? Ирина, вы знаете, у меня был очень большой кризис личности. Я очень много вкидывала энергии, и вообще, в принципе, я рассказывала о том, что как мне произошёл кризис, мой личностный кризис, и как я пришла вообще, в принципе, к развитию. Ну, и вообще во внешнем плане, да. Если интересно, поставьте плюс, я вам расскажу на эту тему. И я просто очень много отдавала в работу, очень много отдавала в бизнес, отдавала в империю, там, в создание коллекции, вообще, в принципе, во всю, всю динамику компании, да, я туда вкидывала все силы. Все силы у меня уходили туда. То есть просто в какой-то момент я выгорела лично, то есть я как будто себя не видела в зеркале, я как будто не ощущала свою душу, я не ощущала свою внешность, я себя не принимала. То есть мне не хотелось не фотографироваться, мне не хотелось не краситься там, ну, не хотелось вообще собой заниматься, мне как будто меня не существовало. То есть я как будто была за кулисами, я управляла всем, да, я создавала все, но я как бы себя не чувствовала. И в какой-то момент у меня произошел момент, что просто во мне силища такая прям проснулась, я думаю, боже мой, я так помру, и я себя просто не реализую как личность. Да, я могу создавать бренды, я могу создавать какие-то бизнес-корпорации, все могу, но себя-то я, по сути дела, на себя забила. И это про то, что это не только про историю бизнеса, это бывает женщина, которая дает себя полностью семье, женщина, которая дает себя полностью работе. Это не обязательно только бизнес может быть, это может быть и просто работа, все в семью, все в дом, все для людей, для друзей, для мам, для пап, туда, для все. Сестре, брату угоди, ребенку угоди, мужу угоди. «А я-то где? Я где?» Понимаешь? И вот в какой-то момент у каждого человека включается момент «стоп». Стоп такой, стоп-кадр. Что происходит? Ты болеешь, ты себя чувствуешь отвратительно, ты себя просто… Твое тело тебе не нравится. Тебе не нравится, как ты выглядишь, тебе не нравится, как ты просыпаешься. Ты утром просыпаешься, у тебя уже нет энергии. Это первый сигнал того, что есть проблемы с самоидентификацией. И вот у меня, наверное, с этого началось. Я резко пошла, это было три года назад, я резко пошла во-первых, сначала к астрологу, потом я пошла на обучение астрологии. У меня прям инсайд. Я говорю, я пойду учиться на астролога. У меня прям сразу такая… Мне все обалдели. В смысле ты пойдешь учиться на астролога? Ты где возьмешь это время? Я говорю, нет, я пойду. Я говорю, я буду разбираться, я буду разбираться в себе, это будет моя терапия души. Потом у меня… Ну, это долгая история. У меня есть еще очень крутой энергопрактик, которая меня прям очень круто прям выводила, можно сказать, из состояния обнуления, когда к ней приходила. Вообще все люди не случайны в моей жизни. И она в том числе… Вот Ирина, она прям не случайный человек. Я… Ну вот просто в какой-то момент она меня прям вывела в ресурс конкретно, что я начала двигаться, начала наконец-то заниматься собой. Не только в контексте своей личности, да, но я начала развивать свой какой-то личный бренд в том числе. Вот. Что можете сказать про Козерога? Козерог… О, ну, Козерог – это еще ничего не значит. Солнце в Козероге – это история про то, что, ну, да, там есть практичность, там, любовь к статусности, там, дисциплинированность, все. Но это очень маленькое зерно, маленькое зернышко. Нужно смотреть всю карту. Скорпионы мощные, у них чурка сильная, сила духа, да. Солнце в Скорпионе, естественно, им иногда трешачок нужен. Так. Так, ну все, вы меня, в общем, закидали. Закидали луной, луной. И скажите контакты «Энергопрактика», у нее нет ни Инстаграма, ничего. Это просто, 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 просто человек в моем городе живет. Так. Вот опять какие-то мужики подсоединяются. Откуда они появляются? Так, ну давайте я сейчас, сейчас вам буду отвечать про вашу, про луну и про Венеру в карте вашего мужчины. Раз уж такая ситуация. Буду… Подождите, не пишите пока комментарии вообще, иначе я не дойду до старых комментариев. Давайте так, давайте сейчас пока не пишите комментарии, я сейчас прям пролесну. Так, 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 так. У мужа и Луна и Венера в первом доме в Козероге. Ну, во-первых, вам нужно обязательно заниматься спортом. Обязательно. Первый дом – это еще и про спорт в том числе. Вы должны быть активны, должны быть решительны, должны брать инициативу в свои руки. Более того, статусная, да, то есть одеваться по деловому, да, показывать какую-то деловую нотку в своем гардеробе в Козероге, да. И Луна, и Венера в Козероге – это женщина-статус, это женщина-собранная, она такая какая-то холодная, аристократка, которая движется, движется к своей цели, которая карьеристка. Ну, то есть это про карьеристок, кстати, в том числе. Очень активная и очень такая целеустремленная женщина-недомохозяйка и недомоседка – это 100%. Так, Олеся, в 10-м стрельце, что именно, Луна или Венера? Пишите конкретно. Инна, Венера в весах третий дом. Образ любовницы вашего мужчины – это прежде всего женщина, которая красивая, которая умеет стильно одеваться, да, если по весам мы говорим. Третий дом – это общительная, очень такая контактная, которая ездит за рулем, которая умеет налаживать связи, которая умеет там, не знаю, продавать, торговать, которая умеет выстраивать какие-то коммуникации, умеет какие-то делать спонтанные, неожиданные поездки. Нескучная, маложавая даже. Аристократка по весам мы говорим, никогда не матерится. Прекрасно выглядит, очень стильная, со вкусом. Такая умеющая договариваться, умеющая партнерить, не конфликтная. Как это рассчитать, делать карту натальную? Я этому учу на своих астромарафонах. Вы говорили раньше, что сейчас не лучшее время для сделок с недвижимостью. Мои родственники начали сделку по недвижимости и переезд. В итоге сейчас они в полной жопе. Ну, они на ретро-венере, конечно, начали. Сложный период. Так, у мужа луна в весах. Дом какой? Если луна в весах, то образ жены, это тоже женщина такая, которая умеет договариваться, умеет партнерить. Прекрасное чувство вкуса, чувство стиля. Не матерится. Такая аристократочка, скажем так. Алена пишет. Я с астромарафона. Привет, привет. Где вы берете эту информацию? Мы берем это в натальной карте. Строите свою натальную карту и смотрите, где у вашего мужчины луна и где у вашего мужчины венера. Так, как это знакомо, просто перегорело. Так, такая же фигня, я тоже не фотографируюсь. Так, Екатерина, венера в раке, луна в рыбах. Почему дом-то не пишете? Дом-то очень важно. Венера в раке. Образ любовницы. Домохозяйка такая прям, которая готова рожать ему детей, которая хранительница очага. А луна в рыбах — это женщина, которая где-то такая очень чувствительная, заботливая, очень тонкая, психологичная. Всегда о нём позаботится. Всегда какая-то воодушевит его, да, где-то скажет доброе слово. Такая очень психологичная. Может быть, даже женщина, которая связана с искусством, связана с каким-то, ну, с какими-то высшими силами. Очень тонкая, с очень чёткой интуицией. Дом указывайте. В астрологии иерархии выше дом. Дом вообще является самой первой иерархией. Олечка, как научиться контролировать свои эмоции? Что проработать? Благодарю. Карина, приходите ко мне на мои программы. Будем с вами прорабатывать ваши эмоции. Сейчас за три минуты этого не скажешь, если честно. Отпускать, вычищать, практики делать. Ну, прям учиться, учиться это отпускать. Спасибо большое, Оксана, спасибо. Я даже не знаю, где у меня луна. Стройте карту. У меня, кстати, где-то есть, как построить карту. Олечка, это не только для меня. Олечка, это не только для меня. Ну, это там реально. Это реально для вас, про ваших эмоции. Вот такой же запрос. А вот это рэнбик, который я не знаю. Это все, что я не знаю. Это выглядит классно. Это, наверное, это все. Испать, с Новым годом, более, а... А вы сейчас, так, почему вас вообще этот вопрос интересует? Мне интересно знать. Ее контакты скажите, энергопрактика выпилил алкоголь при этом честно. Где? Что за вопрос? Я вообще со свечами сижу. Так, Арак, да, в моей жизни люди не случайны. Стала замечать в последнее время. Добрый вечер. Фотолбали с этими голубами. Не смотрите на нормальные губы. Вы делитесь с нами, как зовут? Ой, блин, так много пишут. У меня у мужа луна в Скорпионе. Я солнечный близнец. Везде пишут несовместимость. Мы вместе. А кто пишет, что несовместимость? Алена, что за бред? Совместимость так не рассчитывается. Совместимость рассчитывается, когда одна карта накладывается на другую. Вот заместимость рассчитывается только таким образом. Просто мы говорим про образ женщины, зашитой в карте вашего мужчины. Про водолеев хоть немного расскажите. А что про водолеев? Вы водолеи, солнечные водолеи? Ну, это люди свободные. И вообще их ограничивать нельзя. Это люди новаторы. Им нужно что-то новое постоянно создавать. Быть в новых компаниях. Новый воздух должен быть. Новое какое-то обновление. Это люди, которые не любят застоя. Они вообще его внешности, когда перерождаются, они сами перерождаются. Им постоянно должен быть новый коллектив, новые какие-то увлечения. Они должны быть новаторами, они свободолюбивы. Их ограничивать вообще нельзя. Это, как правило, люди, которые очень любят во фрилансе работать, создавать что-то новое, креативить. Ну, это как минимум. Венера в седьмом в рыбах. У Олеси, у мужчины, ее Венера в седьмом... Во-первых, мужчина. У мужчины запрос на его любовницу, на женщину, которую он полюбит, по которой он захочет. Это прежде всего женщина, которая умеет партнерить, которая умеет выстраивать отношения по седьмому дому, которая неконфликтная, которая такая аристократка, символический дом весов, седьмой дом. В рыбах, очень интуитивная, которая ему... Вот он приходит с работы, да? Малыш, что случилось? Давай поговорим об этом. Как у тебя дела? Котик мой, давай мы с тобой об этом поговорим. То есть психологично. Ты должна прям чувствовать, вот прям на каком-то тонком плане он должен тебя ощущать. Не такая вот прям женщина там, гром-баба, а очень тонкой природы женщина, очень психологичная. И напишет, Венера в весах в первом, и уна в скорпионе во втором. Запрос на любовницу, это прежде всего аристократка, да еще и активистка. А запрос на жену, это женщина-трешачок, которая сексуальная прежде всего по скорпиону, да, которая может ему и деру дать дома, и причем деньги умеет зарабатывать, да, во втором доме. Которая умеет и денежки заработать, и дома так деру дать конкретного, трешачка ему конкретного. Так знаешь, слышь, что? Я сейчас власть над тобой такую проявлю. Вот такой вот у него запрос. Мужики появились, потому что здесь прекрасно ходят. Ой, у меня даже свечка должна быть. Оля. Так. Луна в десятом доме в стрельце, Олесь. Олесь, ты мне всех будешь мужчин своих перечислять? По-моему, я тебе уже отвечала на вопрос, если не ошибаюсь. Образ жены, мужчины на то, чтобы… Это должна быть прежде всего оптимистка по стрельцу. Никогда ему мозг не выносит. Всегда говорит, всё будет хорошо, я всё решу. Десятый дом – это дом карьеры. Карьеристка, амазонка, которая стремится к каким-то, ну, вот, карьерным путям, да, к статусу. Вообще, в принципе, умеет добиваться цели. Целеустремлённая, очень собранная. Такая прям амазонка конкретная. Спасибо. Мужчины тоже тут написывают. Слушайте, интересный мужчина у нас подсоединился. Общался с девчонкой, всё норм. Спросила мой знак зодиака, говорю, водолей. Кричит, я с водолеем не общаюсь. Очень интересно. Привет, привет. Можно про рака, но это домашние люди, у которых тоже своих страхов полно, которые держат обиды, обиды нужно учиться отпускать, не заглублять обиды. Кто по асценденту, не скажу. Как думаете, кто я по асценденту? Давайте догадаемся. Олечка, в каком доме можно узнать только у астролога? Тань, можно самому научиться строить карту. Это я помогаю делать на своих марафонах астрологических. Но он у нас будет только в конце января, либо в феврале, не раньше. Либо сами, 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 сами. У мужа Луна в Скорпионе в своем доме. Венера, Водолей в 12-м доме. Алена пишет. Ну, блин. Вообще-то, зная Алену, ты ему подходишь. Потому что ты только по своему солнечному знаку сейчас говоришь. А зная Алену по этим качествам, ты подходишь ему. Почему ты так решила, что вы не подходите? Оля, как вести себя со Скорпионами? Я их просто избегаю всегда. Они тяжелые. Ну, просто есть Скорпионы на высоких планках, на высоких этажах. Тираны. Ой, наоборот. На низких этажах тираны, которые могут и ударить, которые могут и словом обидеть, и сжечь. А есть на высоких планках люди властные, но при этом очень с открытым сердцем, с очень большой духовной составляющей, очень глубокие, очень интуитивные. Просто тебе попадались такие Скорпионы на низких этажах. Ну, я имею в виду на низких вибрациях. Спасибо, Олечка, всё так и есть. Единственное, со спортом не моё. Но быстрый, решительный, активный муж порой просит помедленнее. А надо идти в спорт. Обязательно, Надежда. Как узнать время своего рождения? Ну, надо узнать либо время рождения у своих родственников, у родителей, либо делать ректификацию. Ректификация делается, конечно, долго. Так, Венера в одиннадцатом доме у мужа, пишет Кариша. Ну, это, естественно, женщина, душа компании, которая даёт ему свободу, которая его не ограничивает, при этом очень сама свободолюбивая женщина, умеющая дружить, которая где-то встречает с его друзей, да, и вообще, в принципе, очень гостеприимная, свободная, лёгкая, не выносящая ему мозг. Это по одиннадцатому дому. Ольга, скажите про Козирога и Водолея. Что вы имеете в виду? Козирог, ну, Козироги и Водолеи. Водолеи, как уже выше сказала, это свободолюбивые люди, да, это люди-новаторы, которым нужно воздуха, много общения. Они вообще заряжаются в общении, в каком-то контакте, в коллективах. А Козироги — это люди практичные, конкретные, которым очень важно чувствовать землю под ногами, и в материальном плане в том числе. Они заточены под статус, на какие-то карьерные пути. Но это всего лишь маленький срез, если мы говорим просто, просто кто-то по знаку Зодиака. Надо строить карту, там у вас столько качеств других, вы понимаете, это всё нужно синтезировать. От сиську покажи одну, отличная информация. Луна в рыбе у мужчины. Очень должна быть интуитивная, психологичная, к нему чувствительная. Чувствительная была должна быть. Вот да, у меня сейчас такой период, смотрю в зеркало, понимаю, что это не я, а внутри я другая. Это да, у меня тоже такое было. Венера в двенадцатом в раке. Звук пропал. А сейчас пропал звук? Блин, я не успеваю, представьте, я не успеваю за вашими комментариями. Просто их так много. А потом вы обижаетесь, что я не все отвечаю. Блин, правда, вы столько комментариев пишете, офигеть. Казалось бы, у меня не так много людей в прямом эфире, но вы все очень-очень много пишете. Так, подождите, последний, кто у меня был, я забыла. Так, блин, я пропустила. Кого я последнего смотрела, продублируйте, пожалуйста. Вроде бы моя очередь. Продублируйте. Так, сейчас с конца буду. Оля, стрельцы какие они? Они очень оптимистичные. Они могут зажигать людей за собой, вести за собой группу людей. Вообще, они очень позитивные, очень щедрые. Это те люди, которые вообще, в принципе, умеют зажечь группу людей на идею. Ну, то есть, а пойдем за мной. И за ним идут. Вот так. Так. Я рак, муж, вы дали абсолютно разные. Друг другу, мне кажется, не подходим. Ну, если вы только по солнышку ориентируетесь, тут как бы разная история. Надо смотреть совместимость полностью. Девы, девы, люди. Это люди, аналитики конкретные. Они сто раз подумают, прежде чем что-то сделать. Они конкретно размышляют. Это люди, которые очень много... Они перфекционисты. Они умеют делать оценку людей. У них все подетально. Они все умеют даже разложить все по полочкам. Если они передают информацию, они тоже ее раскладывают по полочкам. Так что другой человек очень хорошо ее понимает. Детали в образе, детали в гардеробе. Вообще, это люди перфекционисты до мозга костей. Они умеют даже... Это люди, связанные, может быть, с информационными потоками. Ревизора могут быть. Может быть, ручной труд. Но, конечно, нужно полностью смотреть карту. Так, подождите. Мы с вами говорили про Луну и про Венеру. Как так получилось, что вы сейчас про знаки Зодиака спрашиваете? Вообще ничего не понимаю. Да, мы в чате. Что скажете про водолея Козерога? Даже мужчины тут подсоединяются. Я не могу. Слушайте, а вот говорят всем мужчинам, типа, неинтересна астрология. Все им интересно, да, мужчины? Так, Венера в двенадцатом доме в Раке. Отвечая на вопрос. Ло-па-паф. Образ, запрос на женщину-любовницу. Это женщина, которая очень такая домовитая, очень такая хранящая домашний очаг, которая готова там встречать его с борщами совсем, которая готова дрожать ему детей, которая готова создавать ему уют, которая очень психологична. Двенадцатый дом — это символический дом рыбок. Это очень психологичная, очень тонкая натура. Может быть, связанная с искусством, может быть, связанная с каким-то… То есть она всегда выслушает по-человечески, прям на тонких каких-то струнках душит своего мужчину. С таким мужчиной ты должна проявлять эмоции свои, прям не стесняться, не быть холодной. Должна быть более интуитивна к нему. Он тебя будет чувствовать ещё больше. Так, Венера в двенадцатый дом в близнецах. Запрос на женщину-любовницу, прежде всего, общительная, контактная, но при этом которая умеет быть эндровертом, которая умеет уединяться, умеет быть такой хранительницей очага, по двенадцатому дому, которая не распыляется, которая к нему очень интуитивна, которая может быть психологом по жизни, может быть на каких-то высоких медитаций, все дела. Но при этом очень общительная женщина, очень контактная, умеющая договариваться, умеющая двигаться. Ну, давайте всё, закончим вопросы с Венерой и с Луной, иначе я, ну, как бы не успею на все ответить. Их здесь очень много, и, к сожалению, не на всё я успеваю. Олечка, скажи, пожалуйста, какой нужен мужчина на натальной карте, что показывает? Я забыла. Юля, вы у меня были на марафоне отношения. Мы смотрим образ любовника по Марсу, а образ мужа по Солнцу. Смотри, где у тебя Солнце стоит, в каком знаке, в каком доме. И образ любовника по твоему Марсу. Вот так. Оля, скажите, на квантовом скачке будет работа с головой? Как убрать лишний мусор? Вы про это говорили, что убрать мусор с головы. Естественно, Наташа. Естественно. Это будет просто у нас огромный блок работы, как убрать вообще, почистить наше пространство и как, в принципе, выходить из вот этого антиресурсного состояния. Естественно, там же много еще психологической работы будет. Какая у меня помада? Это какая-то вообще суперобычная, не знаю, какая-то лежала там, я просто пошла накрасилась. А вообще я блеск говорила до этого, какой блеск. Давайте, знаете, как-нибудь сделаю отдельный эфир про образ мужчины, женщины, любовницы, любовник. Потому что я так не успеваю на ваши вопросы отвечать. Либо вы мне просто как-то заранее покидаете, и я выйду вам в эфир прям подробнее. Или мы какой-нибудь закрытый эфир с вами сделаем, если хотите. Ольга, у меня интересная ситуация была. У меня первая жена была водолей. Вот сейчас у меня девушка идеальная прям, но тоже водолей. И они совсем не похожи между собой. Слава, я вам отвечаю на вопрос, потому что по знаку зодиака знак зодиака вообще еще ничего не значит. Нужно смотреть карту целиком. Вы понимаете, что она может быть водолей, но на самом деле у нее очень много скорпионных качеств. Или, например, она очень активный козерог, стеллиумный козерог, например. Потому что нужно смотреть вообще всю карту в целом. Часто бывает так, что человек является водолеем, на самом деле, блин, он вообще реально скорпион. Ну, вообще, в принципе, его синтетический знак может быть скорпион. У него очень может быть активные планеты. Точнее, активность в планетке стоят так, например, в скорпионе. Она поэтому проявляет в себе качество скорпиона. Поэтому это естественно, что они могут быть разные. Почему не отвечаете? Женщина-весы, мужчина-скорпиона. Расскажите, пожалуйста. Еще раз говорю, что если мы говорим только по знаку зодиака, это очень, это 1% из 100. Нужно строить вашу натальную карту и его натальную карту. И смотреть, где у него Луна и Венера, и его запрос на женщину точечный, конкретный. И по вашей карте смотреть по Марсу и по Солнцу. Точечный, конкретный запрос по вашей карте, по вашему мужчине. То, что вы весы, а он скорпион. Ну, блин, вы заряжаетесь в красоте. Красота, стиль, вот это все, бьюти, какая-то история. Вы умеете партнерить, вы умеете договариваться. Вы умеете вообще, в принципе, выстраивать какие-то отношения. Не конфликтный человек. А он с Солнцем в скорпионе. Ну, он может быть, например, допустим, властный. Он может быть, любить там, не знаю, какие-то умеющие, например. Во-первых, у него очень, там, не знаю, какой-то сам по себе может генерировать стресс. Или, наоборот, он может быть при больших деньгах. Или может стремиться к власти. Или может быть тираном. Это по-разному может проигрываться. Смотря на каких вибрациях он живет и смотря карту целиком. Но в целом, в целом, опять же, нужно смотреть карту целиком. Не могу вам так сказать, что нет. По Солнцу 100% нет. Оля, если два человека родились в одном городе, в одно время, у них одинаковые карты, и в жизни все одинаково. Тенденции могут быть, тенденции по жизни. То есть, понимаете, фишка в том, что планетки людей включаются одинаково. Если они в одно и то же время родились, в одну и ту же секунду. Ну, как ты это реализуешь? Как ты это используешь? Кто-то, например, допустим, включает как повышение, там, не знаю, повышение по службе. Был бригадиром, а стал старшим бригадиром. А у кого-то при такой же планетке включается, например, там, не знаю, он становится президентом. А планетка, планетка включается, у него, вот, например, допустим, идентично. Что для одного, что для другого человека. Но проигрываться-то может быть по-разному. Но тенденции, тенденции жизни и года, если проследить, это называется астро-близнецы. Очень интересно с астро-близнецами встречаться и смотреть, как у него проигрывались события в жизни, как у вас. Ну, просто масштабы могут быть разные. Я не козерог, я весы. Вам нужно больше общаться с разными людьми на самые разные темы. Свою реальность можно не воспринимать. Было у меня такое. У меня асцендент не в козероге. У меня асцендент не в козероге. Слушайте, ну давайте угадайте, где у меня асцендент. Кто угадает? Я подумаю, кто угадает. У меня нет ни асцендента, ни в козероге. Нет, нет, нет. Вы думаете, у меня асцендент в козероге? Так, Мария, если знакомые тут сольют, вы про них, про обоих спрашиваете. Козероги самые лучшие. Оль, ты прекрасна. В Оливье, в Деве. В Оливье. Как это всё интересно. А что такое асцендент, знаете? Асцендент — это то, каким тебя видит общество. То, кем тебя воспринимает общество. Асцендент — то, какое ты производишь впечатление при знакомстве. Вот заходит человек в комнату, ты его знаешь пять минут. И за пять минут тебе кажется, что этот человек как будто бы лев. Или как будто скорпион. Ну там властный, сексуальный, да. Или, например, Водолей общительный такой. Душа компании. Его таким видят. Может быть, он внутри таким и не является, но его таким считывают. Или, например, допустим, человек заходит в помещение, да. И, ну, например, допустим, там, не знаю, стрелец какой-нибудь. Или там, не знаю, какой-нибудь там позитивчик, да. Стрелец, да, который зажигает других людей на идеи, там, такой прям, всё будет классно, не бздите, ребята, всё будет кайфово, да. Но его таким воспринимают общество. А хотя он не является стрельцом. Вот в чём дело. Поэтому асцендент очень интересно изучать. Очень интересно изучать. Потому что ты как будто бы видишь себя глазами других людей. Ну, блин, видите, вот мы сейчас с вами общаемся. Многие же не в теме астрологической. Многие сидят и думают, блин, ребята, куда я попал? Надо мне делать какой-нибудь отдельный эфир про астрологическую. Вы мне про кого обоих, я спрашиваю. Я девушке ответила, что мужа по Солнцу смотришь, а любовника по Марсу. Маша, пятёрка тебе, молодец. Тут прям у нас очень активно подключаются мужчины. Очень интересно. Оля, на ректификации могут точно время высчитать или нет? На ректификации грамотные специалисты высчитывают в точности до секунды. Вот у нас есть такой специалист на курсе, который умеет это всё высчитать. Ну ладно, я как-нибудь поделюсь, кто я по асценденту. Если честно, я бы не хотела раскрывать карты, где у меня асцендент, где у меня Солнце. Потому что кто-нибудь из астрологов может лихо сразу построить мою натальную карту. Зачем я буду делиться этой информацией? Ну для чего? Это же моя личная информация. Я бы не хотела её на соцсети как-то пускать. Поэтому... Но здесь есть те, кто угадал. Здесь есть те, кто угадал. Всё равно очень интересно вас слушать. У вас реально крутая энергия. Ладно, давайте пойдём спать. Мы с вами немножечко поболтали, чуть-чуть. Была очень рада вас слышать, видеть. Давайте сделаем с вами астрологический какой-нибудь эфирчик. Если хотите, поставьте плюс. Кому это интересно, кто заинтересовался, мы сделаем для вас что-нибудь такое интересное. В прошлом году на приёме у астролога узнала свой астиньет. И в голове всё стало на свои места. И открылась любовь к астрологии. Ну вот видите. Я вообще люблю астрологию. Я хочу сказать, что астрология меня пробудила. Это ведь терапия для твоей души. Сейчас я на коучинге, кстати, тоже ещё больше пробуждаюсь. Оля, расскажите, как вы девушку поймали, кто воровал? Вы говорили, что делала закупку, как вы её наказали? Мы увольняли их. Вообще, людей воров было много в моей жизни. Ну, я имею в виду, кто воровал, ворует, плагиатит, задолбали. Я козерог жутко мотаю в ретроградную Венеру. Как справиться? Значит, у вас Венера ярко выражена в карте. Надо смотреть вашу карту. Оля, у тебя есть молодой человек? У меня есть муж. Я с ним живу уже 13 лет в браке. Спасибо большое. Мало понятно, но очень интересно. Аня суперстилист. Обожаю Аню суперстилиста. Оля, где можно посмотреть в карте, когда я встречу любовь? Это может сделать только астролог. И сидеть не один час, вообще это всё сидеть, разбирать. Оля, скажи, а кто делает плохо? Им это возвращается или надо успокоение? Я вообще считаю, кто тебе делает плохо, ему всё обязательно возвращается. Кто про тебя гадости говорит? Кто там тебе льёт за спину? Кто тебе делает больные какие-то уколы? Жизненные в спину? Всё бумерангом таким людям возвращается. Приходит время, и время расставляет всё на свои места. Уж я теперь это точно знаю. Все люди, которые мне делали плохо, все люди, которые меня очень сильно разочаровывали, подставляли и всё прочее, сейчас проходит время, эти люди очень сильно жалеют о том, что когда-то мне это сделали. Потому что бумерангом возвращается людям всё. Запомните это раз навсегда. И надо контролировать свои эмоции, свои чувства в том числе. Как муж относится к астрологии? Нормально. Он постоянно вот... Мы земельные участки только покупаем благодаря моей астрологии. И очень удачно. И очень удачно покупаем, очень удачно потом продаём. Потому что он постоянно... Ну что, бабка Ванга, посмотри, когда нам лучше брать недвижку. Когда нам её лучше перепродавать там, ну и так далее, вкладывать. Так, ладно, последний вопрос и всё. Про венец безбрачия — это правда? Есть показатели в карте натальной, когда есть... Ну, это не венец безбрачия, но просто есть показатели, где поставка мужчин там... Поставка мужей на минимальном уровне, скажем так. Я назову это вот таким образом. Ну, вообще есть такие показатели, да. Но это не приговор. Всё это не приговор. Правда. Всегда есть свобода выбора. Астрология — это свобода выбора в том числе. Скажите, пожалуйста, почему так может быть? Астролог составляет прогноз года, угадывает всё на 100%, а второй год не угадывает вообще. Энергии идут не те, дела не те. Что вообще не совпадает? Ну, во-первых, астрология — это не гадание. Это раз. Есть возможности и есть предпосылки. Есть предпосылки, которые ты можешь использовать, которые ты можешь не использовать. У тебя, например, может, например, очень круто идти в какой-то период, где тебе можно, например, очень круто взлететь или очень круто инвестировать. Или ты, например, допустим, можешь встретить своего человека. Но если ты сидишь дома и никуда не уходишь, и ничего для этого не делаешь, ты можешь просто эту возможность пропустить, скажем так. Опять же, смотря на каких энергиях ты двигаешься, у меня была история, блин, опять же, долго забегаю вперёд, у меня была история, у меня был один такой очень серьёзный аспект шёл в моей карте, когда у меня должна была быть шоковая ситуация, связанная с потерей денег, вообще там всего прочего. Я так долго готовилась к этому периоду, блин, она у меня прошла, этот период прошёл на самых лёгких историях, да, там были чуть-чуть потери на такие небольшие, не сильно большие, да, чуть-чуть понервничала, но это говорит о том, что ты живёшь, когда ты живёшь на высоких этажах энергии, когда ты стараешься работать со своим энергетическим полем, когда ты не завидуешь, когда ты плохо про кого не говоришь, когда ты двигаешься на своей волне, когда ты раскрываешь своё сердце, когда ты раскрываешь свою душу, когда ты не врёшь, когда ты не пистишь никому, когда ты честен с собой, с другими людьми, вот это высокие энергии называется. Когда ты, ну, чист, понимаешь? Вот тогда тебя даже неприятности обходят стороной. Соответственно, в самые пиковые периоды классные, крутые, тебе прям судьба выстреливает очень крутыми обстоятельствами. А когда ты прям такой весь на негативе, всех обсираешь, да, везде видишь негатив, когда ты, ну, прям чувствуешь, что от тебя вот как бы ты весь такой недовольный, на всех жалуешься, всю вот подковырка у тебя какая-то, да, можешь и предать, можешь и наврать, можешь и где-то свою выгоду включить, можешь гордыню включить, корона давит потолок, да я, да я, да я, у тебя интеллектуальная гордыня, когда ты не уважаешь людей. Ну, вот на таких, если ты энергиях движешься по жизни, то тебе и прилетает по самое «не хочу», понимаешь? То есть вот лови, лови свою энергию в течение года, лови её, смотри, анализируй её, потому что от неё очень многое зависит. Когда ты выходишь на другой путь, и планеты по-другому проигрываются. Ой, спасибо, так приятно. Ну всё, давайте спать. Оля, медитация с предстарта как надо делать часто, ну, несколько раз её нужно сделать, вот как если есть потребность такая. Всё, девчоночки, давайте. Я вас люблю. Будьте на крутых энергиях, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!